И в продолжение темы. Раз в году весь мир отмечает День защиты детей. Этот праздник придумали взрослые, которые таким образом хотели привлечь внимание людей к проблемам детства. О том, что нужно заботиться о своем потомстве, первыми, конечно же, заговорили женщины. В ноябре 1949 года в Париже решением Конгресса Международной Демократической Федерации Женщин было принято решение отмечать День защиты детей 1 июня. Их права в Российской Федерации защищает федеральный закон. А вот что должны дать своим детям родители? От чего их надо защищать? И в чем суть праздника? Почему ему нужно вообще отмечать? Это мы решили выяснить у горожан на главной улице Твери. Много детей, во-первых, есть, у которых нет родителей. И они как бы не защищены, скажем так, от внешнего мира, потому что у нас сейчас такой период, что многим детям не хватает какой-то любви, заботы. Воспитание самое главное. Ну вот как раньше, сейчас немножко все изменилось, чтобы старших уважали, чтобы думали о своих родителях, переживали как-то за них, помогали в какой-то степени тоже. То есть родители сначала вкладывают, ну и потом все-таки хотят увидеть внимание со стороны своих детей. Детей нужно защищать от неразумных взрослых, потому что чаще всего взрослые думают, что дети не способны на принятие собственных решений, думают, что они знают лучше, и потом ребенок оказывается в самом неприятном положении. И это идет как от родителей, так и от окружающих, и в том числе от государства в некоторой степени. Во-первых, любовь, скорее всего, любовь, забота, внимание. Не просто откупиться. Ну а если финансы позволяют, и все остальное. Самое главное – любовь. Самое главное – любовь, взаимопонимание вот это. Потому что вы, кстати, попали в мы, няни, педагоги, и мы просто видим, что в богатых семьях очень детям не хватает любви. Это зря, это зря. Ну, не во всех, конечно, не во всех. Но все-таки первое – надо близко быть с ребенком, чтобы он не боялся тебе сказать, что у него что-то не то, что он понимал, что ты для него опора. Ну, самое главное – любить их, конечно. Родительского тепла и внимания, потому что мамы все заняты на работах бесконечных. Вот, наверное, им не хватает нашего тепла и внимания. Поэтому первого июня мы должны быть с нашими детками, посвятить им время. Чтобы наши дети были счастливы, их надо любить. Почаще обнимать и проводить больше совместного времени. Добра, тепла, каждый дом, здоровья крепкого и мира. Таким образом, в ходе опроса жителей Твери наша съемочная группа выяснила, что первого июня родители проведут как можно больше времени со своими детьми. Большинство респондентов подчеркнули, что обязательно найдут время для совместного похода в кино или кафе. Ну, а право выбора предоставят, конечно же, детям.